Алкогольную продукцию в очередной раз потеснили. В конце декабря прошлого года правительством Российской Федерации принято постановление об ограничении мест розничной продажи алкогольной продукции. О том, как новый закон изменит режим торговли спиртными напитками в городском округе, наш следующий материал. Последователи антиалкогольной компании набирают очки. Вслед за законом о запрете торговли алкогольной продукции в детских образовательных медицинских учреждениях правительством принято постановление об ограничении мест розничной продажи спиртных напитков. В перечень территорий свободных от алкоголя, помимо перечисленных, вошли объекты спорта, рынки, вокзалы, аэропорты, места массового скопления граждан. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта. К оптовым розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, но это нас особо не касается. К объектам валенного значения плюс сюда же относятся и здания строения сооружения, определенные как места проведения публичного мероприятия с заявленной численностью участников не менее 100 человек. В настоящее время органами местного самоуправления разрабатывается схема, определяющая границы территорий, запрещенных для розничной торговли алкогольной продукцией. Этой теме был посвящен один из вопросов заседания Координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса в городском округе. По каждому конкретному объекту будет постановлением администрации города утверждена схема с ограничением, допустим, прилегающей территории. Суть в том, что расстояние от входа на прилегающий, потенциально, будем так говорить, опасному объекту, от магазина, от такого объекта, который осуществляет реализацию алкогольной продукции и пива, должен быть не менее 30% от входа на территорию этого объекта до входа в объект. Например, вот если брать школу, 251 школа, там есть с двух сторон у нас калиточки. От входа в здание школы до калитки должно быть до магазина не менее 30% вот этого расстояния. На настоящий момент схема уточняется и дополняется. После утверждения документа на краевом уровне, городские предприятия торговли, оказавшиеся в зоне действия нового закона, получат предписание на запрет продажи алкогольной продукции. Стоит отметить, что к числу запрещенных напитков будет отнесено и любое пиво, независимо от крепости.